играю вторую партию с австралийцем и у нас наверно что-то каталонское сейчас получится стандартный в принципе вариант со слон е7 дальше обычно идет взятие ход ферзь c2 и а6 нет b6 сыграл но это вариант гораздо острее здесь конь заходит на е5 идет жертва качества и важно вернуться слоном не на g2 именно на f3 этих ситуациях чтобы подкреплять пешку е2 дальше нужно грамотно развить фигуры скорее всего ладья е1 слоны в 4 где-то вот конь d5 соперник сыграл очень быстро поэтому нужно съедать на c4 дальше возвращаемся ферзем на а4 именно слон е2 нельзя было из-за связки ладей е1 и вот на ход c5 наверное я уже должен ходить ладьей на е1 и дальше а3 не давай коню залезть на b4 вот такой мой план этой позиции так b5 сразу ну хорошо здесь наверное я могу предложить переход в эншпиль соперник не против такого расклада ну хорошо так и сделаем переходим в эншпиль играем а3 чтоб конь не залез на b4 и потом на c2 и будем здесь пытаться как-то бороться с ним конь правда второй хочет попасть на d4 видимо мне нужно эту возможность как-то предотвратить постараться можно сыграть конь d2 допустить конь d4 но потом пойти ладью на b1 есть такой вариант тоже на конь c2 ладья d1 ну определенная активность конечно есть здесь у черных но мне лишние качества как-никак посмотрим кто в этой позиции из нас лучше разберется наверно коня ставлю на е4 с идеей потом перевода на c3 в будущем и попытаюсь ладью на d1 активизировать нужно как-то держать пешку c5 соперник он ее продвинуть решил есть еще ход конь c5 отгоняя слона в самую задницу на c8 но у меня конь не намного лучше будет потому что у нее нет возвращения назад поэтому ладья d1 все-таки выберу ход там еще какой-то слон е3 появляется с многочисленными разменами в будущем слон b7 вернулся давайте попробую наверное вот такой ход все-таки слон е3 на взятие беру здесь пристреливаюсь еще к пешке а7 посмотрим что получится из этого всего опять играет опять а не могу ли здесь слон d4 предлагаю еще один размен это мне точно будет выгодно видимо он должен возвращать слона на c7 или на b8 потому что после размена я просто сдваиваю ладьи и продолжаю атаку конечно он не допускает этого я в свою очередь наверное должен играть ладья d2 уже готовя сдвоение и потом возможно конь мой все-таки пойдет на c5 здесь мне уже куда-то нужно девать своего коня куда именно ну давайте конь c5 да пробуем атакую слона и пешку е6 играем f4 теперь не давай провести е5 что делать дальше давайте агрессивно а4 пытаемся разбить эту пешечную массу ставим ладью на c1 цепляемся к пешке c4 конь b6 правда есть отход пока у соперника нет не решает он делать отход хочет наверное е5 провести путает немножко меня оппонент ладно бьем сразу на c4 и конь d3 возвращаемся с идеей перестроиться на е5 такой план аж так не могу ли тут какую-то тактику нанести пока наверное нет возвращаю с ладьей и вот теперь наверное именно слоном нужно на е5 сходить все-таки хочется на е5 видеть коня в будущем и бью здесь так неприятно кстати не увидел я переброс ладьи на g8 но конь d7 находится пока думаю что у меня позиция лучше здесь должна быть конь d3 ладью ведем на c7 дальше на а7 и b3 куда деваться слону гражу взять на d3 еще наверное этот ход заканчивает партию конь b6 дальше уже стадия реализации забираем забираем на а5 бьем здесь и после ладья b5 уже шансов у соперника нет никаких ну вот эта партия я считаю получилась довольно таки поучительной грамот грамот вот грамот